Когда ты вкладываешь все свои силы, ресурсы и энергию в создание, построение чего-то, это все равно, что твое дитя. Но поначалу не принимайте ограничений. В мире, который меняется настолько быстро, самое рисковое, что можно сделать, это не брать на себя никаких рисков вовсе. Прайсниси пой, Энспрессо с тобой. Привет всем, кто верит в себя. С вами Эван, мой девиз Верь, и я верю в вас. Верю, что в вас живет талант уровня Майкла Джордана, и хочу, чтобы вы распознали, приняли и использовали его на благо нашего мира. Так что берите свой кофе и присоединяйтесь к нам. Наша тема сегодня – рискуй. Слово Илону Маску. Одно из самых трудных решений моей жизни пришлось на 2008 год. Тогда у меня осталось где-то 30 миллионов долларов. 30-40 миллионов. И у меня было два варианта. Я мог вложить их все в одну компанию, и тогда вторая бы, несомненно, погибла. Или поделить между двумя. Но если бы я поделил их между двумя, то обе могли бы обанкротиться. А когда ты вкладываешь все свои силы, ресурсы и энергию в создание, построение чего-то, это все равно, что твое дитя. То есть одному из них я должен позволить умереть с голоду? Я не смог этого сделать, и в итоге поделил эти деньги. К счастью, обе они смогли выжить. Думаю, самый полезный навык в жизни – это определять, чем все закончится. Слишком много людей ограничивают сами себя, говоря «Я могу поступить так или так». И они принимают эти рамки. Но лишь потому, что кто-то внушил вам эти ограничения, или вы никогда не слышали, чтобы кто-то поступал иначе, не значит, что вы не сможете. Если я сталкиваюсь с неразрешимой задачей, и вы меня столько раз спрашивали, у меня есть выбор одно или другое, что мне делать? Я всегда прошу вас подумать, как можно выбрать сразу оба варианта. Сражаться и за одно, и за другое, за оба варианта вместо одного. Да, фокусировка крайне важна. Да, если вы возьметесь сразу за уйму вещей, то не сможете сфокусироваться и вряд ли хоть что-то сделаете, хорошо. Но поначалу… Не принимайте ограничений. Задавайтесь этим вопросом, и я уверяю, вы удивитесь, насколько изобретательными можете быть. Особенно, если у вас есть два конкурирующих интереса, и вы сможете найти способ, как совмещать и то, и другое. Задавая себе серьезные задачи, в итоге вы придете и к серьезным результатам, и, возможно, вы не сможете заниматься сотней занятий, которыми хотели бы заняться, но два вы точно потянете. Я не считаю, что нельзя одновременно быть отличным предпринимателем и мужем. Я не согласен с этим. И не собираюсь это принимать. Я спрошу себя, как совместить и то, и другое? Как быть и отличным мужем, и отличным предпринимателем? И как только вы подниметесь над подобными ограничениями и просто зададите себе этот вопрос, это позволит вам найти свой скрытый потенциал. У меня появилась новая собака Тристана, это наш третий день с ней. Я записываю видео, там находится ее лежак, сейчас она со мной 24 на 7. И вот она заскулила. Мне пойти посидеть с ней? Или остаться записывать видео? Я не хочу выбирать. Я возьму ее с собой, и, возможно, это видео станет лучшим из всех. Потому что количество милоты зашкаливает. Просто пересмотрите ситуацию, отказавшись принимать ограничения, и спросите себя, как сделать и то, и другое. Присмотреть за Тристаной или снимать видео. Быть отличным мужем или отличным предпринимателем. Выбрать мне Тесла или Спейс Экс. Спросив себя, как совместить и одно, и второе, возможно, вы не найдете ответ, но большинство даже не попытается. Однако, надеюсь, после этого видео вы перестанете замыкать себя в рамки. Через несколько секунд вы увидите специальные бонусные видео, но перед этим мой вам вопрос. Какие две вещи вы смогли совместить? Две вещи, совместить которые казалось невозможным, но, задавшись вопросом, отказавшись принимать ограничения, вы смогли найти выход. Я хочу знать, вдохновите меня, вдохновите окружающих и оставляйте свои комментарии. Всем большое спасибо за просмотр, я верю в вас, и надеюсь, вы тоже продолжаете верить в себя и свое дело. Люблю вас, друзья, и скоро увидимся... ...в очередном выпуске... ...Энспрессо. А теперь бонусное видео. Есть много умных людей, которые были воспитаны в строго определенных условиях. Очень-очень консервативных, очень-очень безопасных. А мир бизнеса порой совершенно непривлекателен. Уродлив, грязен. И порой приходится брать на себя немалые риски. Нестандартные риски делать не только те вещи, которые предполагаются и которые можно предсказать. Есть вещи, о которых ты не прочтешь, ни в одной книге и ни в одном видео не увидишь. В бизнесе буквально есть ситуации, когда ты такой... ...Ок, и что мне делать в этом случае? Сейчас я работаю над книгой, летаю в Нью-Йорк на встречи с издателями, потому что они хотят, чтобы моя книга была конкретно о том, как решать вопросы. Однако даже если мы выяснили, как решать те или иные вопросы, но остались все так же консервативны, то, боюсь, ничего в мире бизнеса нам не светит. Потому что неоднократно в предпринимательстве будут возникать ситуации, когда нам придется сталкиваться с тем, о чем мы и подумать не могли, и многие умные люди будут строго следовать правилам, а не думать своей головой, поскольку будут слишком бояться нарушить правила. В мире, который меняется настолько быстро, самое рисковое, что можно сделать, это не брать на себя никаких рисков вовсе. Я считаю это абсолютно истиной. Думаю, многие, попадая в ситуацию, где им необходимо принять серьезное решение, считают, что лучше выбрать наименее рискованный вариант. И, может быть, иногда это будет верно, ведь у всякого решения есть преимущества и недостатки. Но если в целом ты не прогрессируешь, не стремишься меняться, то в итоге ты, несомненно, проиграешь. И уже не сможешь догнать конкурентов. Так что, на мой взгляд, действительно, самое рисковое, что можно сделать, это никогда не рисковать. Вся жизнь состоит из рисков. У меня есть табличка в офисе, которая гласит «Лучшее – враг хорошего». Но так сложно заставить моих сотрудников понять это. Очень сложно. Если ты не рискуешь, ты и не прогрессируешь. Это так логично. Я решил ввести для своих сотрудников программу обдуманных рисков, и случилось две вещи. Первое. Как-то в коридоре один из работников задал мне вопрос, «Будет ли у нас семинар по изучению обдуманных рисков?» И я сказал, «Нет». «Нет, конечно, разве твоя мама не учила тебя, что не стоит перебегать дорогу, если там едет грузовик? В следующий раз ты уже будешь знать, какой из двух вариантов выбирать». Так и семинары по осознанным рискам вам не нужны. В вашей голове и без того должно быть заложено, что оправданный риск имеет смысл. Мы рискуем практически ежесекундно. Мы рискуем, когда поднимаемся с постели. Мы же можем упасть. Мы можем подскользнуться в ванной, можем подавиться зубной пастой. Это все риски. Но кто учил вас этому? Никто. Так почему в бизнесе я должен учить вас, как рисковать обдуманно? Обдуманный риск – это риск, который не всегда заканчивается неудачей. В противном случае вы уволены. Если вы ошиблись однажды – отлично. Если второй раз ошиблись в том же самом, я должен спросить, насколько вы разумны. А если ошиблись в том же трижды, вам следует устроиться к моим конкурентам. И этому не так сложно следовать. Это довольно простое правило. Попросту здравый смысл. Но люди очень долго до этого доходят. Боязнь рисковать утянет вас в глубокую яму, и у вас нет другого варианта, кроме как брать на себя обдуманные риски, не обладая стопроцентной информацией. Потому что у нас никогда не будет стопроцентной информации. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что меня вдохновляет в других, и что я применяю в своей жизни и своем бизнесе. И, конечно, оставляйте свои комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok